Всем привет, дорогие друзья! На связи Москва, на связи Олег Павлицов, Алекспро. Привет, ребята! И Максим. Собрались сейчас в гостинице Бета, в которой я сейчас остановился со своей семьей. Скоро уже буду покидать прекрасный, чудесный, мегаэнергичный, динамичный город. Здесь действительно такая энергетика денег. Все это, безусловно, присутствует. И значит, мы хотим поделиться с вами, с москвичами, и вообще с теми людьми, которые работают в сообществе Левы, чтобы вы осознавали масштабы развития сообщества и нашей, конечно же, команды Староц. Вот непосредственно Алекспро будет здесь очень плотно заниматься развитием этого направления. И я предлагаю вам послушать вообще, какие уникальные идеи у нас в голове вот сейчас за чашечкой чая. И, в общем, сделать для себя выводы и присоединяться к этим человеком. Ребята, всем еще раз привет! Во-первых, первая идея у нас родилась – это сделать пособие для новых партнеров, чтобы тогда ваши партнеры присоединяются в нашу замечательную команду Староц, в данном случае в рамках проекта Левы. Новый партнер не считал себя каким-то брошенным, оставленным, забытым и так далее. Мы разработали подобные методические литературы, которые будем давать каждому новому партнеру. Мы распечатаем несколько тысяч экземпляров, подобных книжечек. И каждому обязательно к изучению, не к прочтению, а именно изучению и запоминанию. Тогда у вас непременно будет ждать успех. Да, и, конечно же, применение. Применение вообще обязательно. У вас непременно будет уже быть не финансовый и вообще всеобъемлющий успех. У вас появятся новые друзья, партнеры, коллеги. Может быть, кто-то найдет свою любовь. Вот. Это первое направление. Второе направление – мы будем проводить нестандартные презентации, необычные конференции. Мы будем устраивать некие тематические вчера. Они будут разделены по временам года, лета, осень, зима и весна. И мы будем некие тематические игры устраивать. Ну, давай, смотри, так сделаем. То есть поднимемся парочкой идей, не будем просто парочкой секретов. Да, чтобы... Мы, конечно, всех команды уважаем и любого антиматического понимателя, который сегодня помогает зарабатывать деньги. Но бизнес есть бизнес, да? Здесь все будет строиться на выгодном интересе. И, конечно же, вот этот интерес нам хочется сохранить для своей структуры, для своей команды. Вот, то есть была первая идея – это по игре качевом, да? То есть собирать игры, обучаться финансовой грамотности. Ну вот, как ты видишь вообще-то эти мероприятия? В каком формате? Я вижу это мероприятие в формате некой дружеской встречи, куда вы приходите с новыми друзьями, с новыми партнерами, с людьми, которые еще не в теме, не в старых, в новой левусе. Мы все встречаемся, знакомимся, вместе играем в денежный поток по роберту Киосаки в кэш-плоу. Соответственно, знакомимся еще ближе. Проводим небольшие бизнес-презентации на ту или иную тему. И как работать, как взаимодействовать на площадке. Знакомимся ближе и работаем вместе, достигаем все вместе успеха. Мой взгляд – это не более простой и приятный. Ну, иными словами, ты хочешь сделать такой формат, чтобы людям было приятно приходить, да, не стандартно. Пришел, сел, затупил там потолок и слушаешь там какого-то мега-умного, мега-успешного, богатого свидетеля, да? То есть, да, такой формат действительно людям понравится, потому что, судя, вот по презентации в Москве, относится довольно мало людей, и Москва просто не захвачен. И он, по большому счету, Москва забыта и покинут. Москва забыта и покинут, да, нужно менять это. Вот, ну, конечно же, мы, в свою очередь, как руководство команды Староц будем обязательно посещать, поддерживать всех наших партнеров, да, тоже устраивать взаимовыгодные интересы мы с тобой непосредственно будем прорабатывать. Ну, и на заметку, это будущим перспективным лидерам, которые захотят выходить на уровень Алекса, вам нужно, конечно же, стремиться закрывать статусы менеджеров и стремиться делать что-то большее, отдаваться целиком и полностью своей команде, потому что если ваша команда будет зарабатывать, будете зарабатывать вы. Вот, ну, а примерно, вот, какие ты планируешь сроки, вообще, когда вот это все стартует по датам, как ты ориентируешься, когда ты хочешь все это начать делать, по пособию и по вот этим тематическим, ну, и по традиционным презентациям тоже. Смотри, по поводу пособия, она сейчас уже прорабатывается, составляется, компонуется, меняются тексты, адаптируется под тот или иной регион, потому что в каждом регионе, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что разные потребности и запросы людей. Ну, в первую очередь, это разные ценники в магазинах и разный уровень жизни. Вот. По пособию, я думаю, в течение пару-тролих недель мы уже скомпонуем и первую партию напечатаем. Следующая презентация глобальной мероприятии у нас планируется в конце октября, когда ребята приедут на Симржи Глоба, это глобальный форум по... Ну, в общем, сами разберетесь, что интересно, да, посмотрите. Да, в интернете есть масса информации, Симржи Глоба, если хотите, приходите, пойдем вместе. Да, если не знаете, куда инвестировать, инвестируйте в себя, в свою голову в первую очередь. Вот. Соответственно, после этого глобального форума мы проведем большое мероприятие, большую презентацию, это будет конец октября в Москве, там мы, соответственно, познакомим свои разработки и свое видение, как мы будем проводить эти кулуарные игры, как мы будем ближе сотрудничать, как мы будем развиваться. Это все будет вам рассказывать на презентации, на бизнес-встречах. Сейчас пока все не будем, все секреты раскрывать, потому что это видео облетел из интернета, и не хотелось бы, чтобы другие команды, а тем более другие проекты, которые сегодня-завтра упадут, использовали наши ресурсы, наши разработки. Ну, в общем, в принципе, такой анонс тех мероприятий, тех тем, которые мы будем сейчас реализовывать здесь в Москве. Сейчас мы тоже еще ждем одного партнера, он немножко запаздывает, но 7 родного не ждет. Человек пропустил возможность записать контент, но в следующий раз будет приезжать еще пораньше, чтобы вам с чем-то разобраться. Да, время и деньги в нашем бизнесе 100%. Да, однозначно. То есть смотрите, ребята, теперь что вам нужно для того, чтобы получать своевременно эту информацию? Ну, во-первых, вам нужно подписаться на канал, на котором вы видите это видео, выходите с Максимом или с Алексом на связь по всем вопросам, касаемым московских мероприятий, под этим видео будут их контактные данные, и начинайте раскачивать Москву, здесь куча денег, то есть я просто хочу привести такой небольшой пример для всех вас, чтобы вы просто осознали, какой масштаб вы сможете осуществить, вообще реализация как бы всего этого сообщества, этого проекта и нашей команды. Значит, в Вологде, да, откуда я недавно вернулся буквально несколько дней назад, мы собрали зал, порядка 300 человек, это было 99% молодежи, просто заряженные, и ребята там со сцены говорили просто, ну, для многих, знаешь, даже для многих москвичей просто фантастические чеки. то есть там, ну, чеки, понимаешь, там девочка стоит, там зашла в неделю на Саш проект, в неделю у нее уже чек под 70 тысяч на поле. То есть это, в принципе... Это хорошая зарплата месячная. В Москве, в Австралии. Ну, 280 тысяч, мне кажется, в Москве... Я имею в виду, месячный чек этой девочки, это хорошая месячная зарплата в Москве. Нет, 70 тысяч в неделю. Вот, а я говорю, неделю, неделю. А, неделю, да. Хорошая зарплата в месяц. Я думаю, я посчитал-то уже за месяц какой у нее доход. И так проекцирую, думаю, ни фига, в Москве 280 штук люди зарабатывают, и плохо. На самом деле, такое маленькое лирическое отступление, зарабатывая 200-300 тысяч в Москве, на эти деньги не прожить. Потому что чем выше у вас доход, тем выше у вас потребности. Это те же самые джинсы, только не наливайся на кто-нибудь из китайского рынка, а Dolce & Gabbana и так далее, да? Это другие продукты, не из перекрестка, там, из пятерочка, из Азбуки и Гуси. То есть возрастает планка, а категория продуктов остается та же самая. Ну, машины, может быть, чуть получше. Снимите квартиру побольше, но накопить и купить квартиру не получится. Машины в кредитах все равно. Так что, ребята, единственный выгод, на мой взгляд, я думаю, Олег Максим, я поддерживаю, в кризисное время, когда такая жопа творится в экономике, это сидевой маркетинг, это командная работа, это позитив и прежде всего свобода в вашем бумаге, в голове. Потому что телевидение, газеты и так далее, все СМИ активно и глобально засирают на мост. Давайте обкросимся и будем вместе двигаться, да, подключайтесь к мудрому человеку, который уже действительно опытом жизни своей уже осознает эти вещи не просто прочитав какую-то бумажку, а просто пережив, отображит своим путом. В общем, всем желаем больших успехов, друзья, до скорых встреч. Всем удачи, огонь! Старых селебров, друзья!